Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Детские площадки, спортивные снаряды и зеленые зоны для отдыха. Глава города Елена Лапушкина проверила, как сохраняют благоустроенные пространства в Октябрьском районе Самары. Защитить себя и обезопасить близких. В регионе продолжается вакцинация и ревакцинация от COVID-19. В память об офицере Росгвардии. В 95-й Самарской школе открылась мемориальная доска старшего лейтенанта Алексея Блинкова. В день солидарности борьбы с терроризмом. В учебных заведениях столицы региона прошла квест-игра «Антитеррор». Вернулись с золотыми медалями. Два самарских спортсмена победили на чемпионате мира по тайскому боксу. Глава Самары Елена Лапушкина осмотрела общественные пространства Октябрьского района. На четвертой очереди набережной в районе Ладьи глава обратила внимание на деревья и кустарники, которые требуют санитарной обработки, и дала поручение привести в порядок лестницы, которые ведут к набережной от Софийского собора. Его открыли в сентябре 2018 года. Также четыре года назад благоустроили спортивную и детскую площадки во дворе дома на Осипенко-18. Здесь появились спортивные снаряды, мини-поле для игры в бадминтон, комплекс с лесенками и горками. Территория преобразилась благодаря активности местных жителей и программе «Комфортная городская среда». Еще один объект, который осмотрела Елена Лапушкина – сквер имени Фадеева. Его открыли в 2019 году. Общая площадь территории составляет около 20 тысяч квадратных метров. Здесь все выполнено в космической тематике. Клумбы – уникальный детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами. Здесь реализовали современные методы ландшафтного дизайна и применили креативные подходы в формировании пространства. Получилось сохранить зеленую зону с местом для прогулок и занятий спортом. Знаковое место преобразилось в год столетия со дня рождения легендарного директора завода «Прогресс» Дмитрия Козлова. Под его личным руководством и был заложен сквер. Это общественное пространство стало лидером рейтингового голосования и благоустроено по программе формирования «Комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомню, ежегодно жители города могут принять участие в голосовании и выбрать пространство для благоустройства. В Самаре продолжается приемка дорог, обновленных по национальному проекту. Общая протяженность ремонта составила около 58 километров. Приведено в порядок 39 дорожных участков. Среди них улица Алма-Атинская, ремонт которой завершился недавно. Александра Гусева расскажет, как реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». В текущем году в Самаре дорожные ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полностью завершены. Обновление выполнено на площади более 725 тысяч квадратных метров. В порядок привели около 58 километров дорожного полотна. В работу взяли участки сверх плана. Согласно муниципальным контрактам отремонтировали 39 объектов. Окончен ремонт на улице Алма-Атинской. Работы велись от Московского шоссе до улицы Старозагора. По магистрали проходит большой транспортный поток. Основные нарекания касались разрушения покрытия проезжей части, образования трещин и колейности. Сейчас автодорога основательно преобразилась. Объект, безусловно, требовал к себе внимания, поэтому были проведены ремонтные работы. Были выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, разрушенного старого, и нанесение укладки асфальтобетонного покрытия «ЩМА-16» на полимерно-бетонную вяжущую. Специалисты профильного ведомства выехали на объект, чтобы проверить геометрические параметры отремонтированной дороги. Они должны соответствовать нормативным документам и условиям муниципального контракта. Предварительно были отобраны керны для исследования асфальтобетонной смеси в лаборатории. Все испытания показали, что работа выполнена качественно и установленный срок. Гарантия на покрытие составляет 5 лет. Жители уже успели оценить обновленную дорогу. У меня дача в Красном Миру, я здесь проезжаю. Сейчас отлично стал проезжать прямо с Московского до Старозагорка, там быстренько. В настоящее время в Самаре уже идет формирование перечни объектов ремонта по дорожному нацпроекту в 2023 году. Возможность работы на оставшемся участке по улице Алматинской также прорабатывается. Александра Гусева, Сергей Баскин, События. Вопросы, связанные с коммунальной инфраструктурой, подготовкой Самары к отопительному сезону и благоустройствам, сегодня разбирали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. В частности, от жителей города и общественных организаций регулярно поступают просьбы о высадке деревьев. К примеру, одно из обращений было направлено от общественной организации ветеранов правоохранительных органов. По их мнению, один из наиболее привлекательных участков для высадки саженцев находится на Ташкентской, между улицей Старозагора и Московским шоссе. Задача осмотреть данную территорию уже поставлена перед профильным ведомством. Кроме того, как отметил Владимир Василенко, нужно заранее позаботиться о системе полива деревьев. Поднимались и вопросы, касающиеся модернизации теплотрасс. Так, в связи с перекладкой труб в ближайшее время перекроют Московское шоссе в одной локации поочередно в разных направлениях. Перед работниками коммунальных служб и энергетиками стоит непростая задача – отработать все в кратчайшие сроки. Продолжается активная подготовка к предстоящему отопительному сезону. На ряде объектов перекладки завершили, собрали постоянные монтажные схемы. На участках, где до сих пор работают, собран временный трубопровод. Есть горячая вода и возможность пуска тепла. Также на освещении отметили, что профильные службы должны быть готовы к постепенному включению отопления при первой необходимости. Температура пока идет точно так же, как она шла в прошлом году по части средней температуры. Если вот такая температура будет, то нам придется разворачивать всю социалку. И, по всей видимости, мы подойдем к тому, что объявим начало отопительного сезона. В регионе стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Он предназначен для тех, кто не проходил итоговую аттестацию в основное время проведения экзаменов по уважительной причине, а также выпускников, получивших неудовлетворительные результаты. Первый экзамен, аттестация по математике, прошел вчера, 5 сентября. 8 сентября выпускники сдают русский язык. 12 сентября – биологию, географию, историю и физику. 15 сентября – иностранные языки, общество знания, литературу, информатику и химию. С 20 по 24 сентября – резервные дни. Испытания продлятся до конца месяца. В память об офицере Росгвардии. В 95-й школе Самара открылась мемориальная доска имени старшего лейтенанта Алексея Блинкова. Офицер погиб при выполнении служебно-боевой задачи в ходе специальной военной операции. Александр Гусева продолжит. Мама, я прошу тебя, не плачь. Я живой, но просто я долечен. Умоляю, слезы свои спрячь. Пусть по нам рыдают в храме свечи. Героически погиб, выполняя служебно-боевую задачу. Офицер Росгвардии Алексей Блинков до конца выполнил свой воинский долг. И был награжден Орденом Мужества. Посмертно. В стенах родной школы, которая носит имя другого бойца войск правопорядка, героя России Евгения Золотухина, в День солидарности в борьбе с терроризмом открыли мемориальную доску, посвященную офицеру. В церемонии приняли участие родственники, учителя, коллеги, ветераны и воспитанники кадетской школы. Алексей Блинков закончил нашу школу в 2009 году. Проучился он мне, правда, недолго. Учился только на протяжении 10-11 класса. Но за это время успел себя показать как человек, которому очень близко военное дело. Он стал старшиной школы. Есть у нас такое учебное звание. Алексей Блинков родился в поселке Безинчук Самарской области. С детства занимался спортом, проявлял лидерские качества. Учителя и родственники отмечают, он всегда был сдержанным в эмоциях. Решение принимал взвешенно, отличался дисциплинированностью. После школы Алексей поступил в военный институт имени Яковлева, в войск Национальной гвардии России, который окончил в 2017 году. Офицер в погонах, он был с самого знакомства. Он, можно сказать, до мозга костей военный. Полностью посвятил себя службе. Для него и семья, и друзья. Это было второе, третье место. Самое главное – это служба и товарищи, которых он всегда уважал, слушал и всегда помогал. Неважно, в какое время. Алексей Блинков героически погиб, выполняя свой военный долг. В описании подвига он был командиром взвода связи Центра специального значения «Витязь». И в самые первые дни специальной военной операции он получил ранение, несовместимое с жизнью, при непосредственном поле боя умело командовать своими подчиненными. Теперь памятная доска в 95-й кадетской школе – пример учащимся о том, каким должен быть военный. Морально-нравственный ориентир, на который будут равняться будущие выпускники школы. Александр Гусева, Николай Сидоров. События. Лесные пожары в России нанесли ущерб более чем на 9 миллиардов рублей с начала этого года. Из них 5,5 миллиардов составляют расходы на отушение возгораний. И почти в 4 миллиарда оценили вред, причиненный лесному хозяйству. Общая площадь возгорания составила более 3 миллиардов гектаров. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Министр напомнил, что по итогам прошлого года экономический ущерб из-за лесных пожаров превысил 12 миллиардов рублей. На размер суммы влияют такие факторы, как интенсивность лесного пожара, оперативность тушения, доля крупных пожаров, количество сил и средств, привлекаемых к ликвидации возгораний. В Самарской области зарегистрировали за сутки 1591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся в регионе – 417 187. Медики рекомендуют в преддверии всплеска заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом сделать прививку. В этот вторник вакцинировалась в полном составе волейбольная команда «Нова». Подробности в сюжете. Игроки и тренерский штаб волейбольного клуба «Нова» прошли вакцинацию от коронавируса. По словам спортсменов, важно поддерживать здоровье всех игроков в команде. Тем более, что впереди у ребят ответственный период. Им предстоит второй этап Кубка России по волейболу. Для волейболистов это уже не первая прививка. Они вакцинировались и в прошлые периоды всплеска заболеваемости COVID-19. Прежде всего, я волнуюсь за безопасность своей семьи, за безопасность своих партнеров, с которыми играю. Ну и, соответственно, зрители приходят на игру. Хотелось бы их всегда чаще видеть. Их нам не хватает на играх. Это наша поддержка. И поэтому я решил воспользоваться этой государственной услугой. То есть обезопасить себя и близких. Как отмечают специалисты, новая волна COVID-19 отличается от предыдущей. Весенний штамм омикрон заболевшие в основном переносили легко. Сегодняшний вариант нового штамма характеризуется более высокой температурой, лихорадкой, более выраженной интоксикацией. Хотя, как правило, не заканчивается пневмонией и протекает в течение 3-4 дней. При этом врачи отмечают у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, которые заразились COVID-19, резкое усугубление всех симптомов хронических заболеваний. Поэтому людям, которые входят в группу риска, врачи рекомендуют обязательно привиться. В группу риска у нас входят лица старых 60, лица с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как паранхиальная астма, хобл, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Им, в первую очередь, нужно вакцинироваться, но и немаловажными являются молодые наши граждане, которые также должны обезопасить себя в период роста заболеваемости. По словам медиков, подумать о защите своего организма необходимо именно сейчас, когда идет начальный период роста заболеваемости вирусными инфекциями. Можно привиться в один день как от коронавируса, так и от гриппа. Если же вакцина от ковида уже сделана ранее, врачи советуют привиться от гриппа не менее, чем через месяц. Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники или горячей линии 122. Светлана Кудрявцева, События. Далее о других событиях этого дня. В Ленинском районе Самары 9 и 10 сентября заработает ярмарка в формате торговли с автомашин. Посетителям будет доступен широкий ассортимент товаров, в том числе и сельскохозяйственная продукция. Приобрести которые можно будет с 8 до 20 часов на Садовой, в границах Красноармейской и Рабочей. Также торговля товарами местных сельхозпроизводителей будет производиться в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского и в поселке Мехзавод Красногринского района, УДК «Октябрь». Самарцы смогут посетить новое арт-пространство Центр труда и отдыха «Станкозавод». Его откроют на Куйбышево-128. С 14 часов в улочке перед центральным входом стартует эстетический маркет полезных покупок. Одежда, обувь, аксессуары, подарки, книги, керамика, пластинки, детские книги и игрушки. Здесь же можно сделать стильные фото, а также послушать лекции. Внутри креативного кластера на Летнем дворе жители и гости города будут ждать сочный самарский стрит-фуд, а также напитки, зону отдыха под аккомпанемент жилого выступления группы «Джой Кафе» и сетов от диджеев. В 20.00 начнет свою работу первая акустическая караоке «Перепой», где гости смогут спеть любимую песню вместе с артистами. Российская вакцина против оспы обезьян в ходе испытаний показала высокую безопасность. Серьезных побочных эффектов, в отличие от прививки против натуральной оспы, она не вызывает. Сейчас вакцина проходит доклинические исследования. По технологии производства она близка к немецкой, единственной в мире. Ранее сообщалось, что специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-систему для выявления оспы обезьян. Сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации. «Самарцы» собрали и отправили в город Снежное более 17 тысяч книг. Также для школ и детских садов города направили компьютеры, интерактивные доски, спортивный инвентарь, настольные игры. Литературу в школах и библиотеках Республик Донбасса и освобожденных территорий должны заменить хорошие книги. Так считает добровольца «Самара» Максим Пименов. Сегодня он собирает гуманитарные грузы для жителей Донбасса. На днях вернулся из Мелитополя. Активное участие в этом принимают и многие жители региона. С 2024 года в России начнут разворачивать сети 5G. «Головная организация должна будет обеспечить разработку и масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях», рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее в середине июля Минцифры России предложила передать для использования сетей 5G радиочастоты в миллиметровом диапазоне. Диапазон 4 ГГц хотели перевести в категорию гражданского использования, чтобы упростить операторам проведение необходимой экспертизы для сетей 5G. Сегодня утром из аэропорта Курумыч самолет не смог отправиться в Анталию. Об этом сообщили в телеграм-канале Авиа Инсидент. Воздушное судно принадлежит одной из турецких авиакомпаний. Отправление было назначено на 6 утра по московскому времени, но в процессе запуска двигателя экипаж доложил о технической проблеме и запросил возврат на стоянку, говорится в сообщении. Согласно расписанию международного аэропорта Курумыч, сейчас рейс задержан, а вылет запланирован на 23 часа. Получить консультацию лично от руководителя энергокомпании может каждый. Компания Т-Плюс провела клиентский день в офисе обслуживания в Самаре. Приятным бонусом стали сладкие подарки. Подробности в нашем сюжете. Мирные 162 специалисты компании «Энергосбыт Плюс» помогают решать разные коммунальные вопросы и проблемы. Главное преимущество таких оффлайн-консультаций – живое общение с клиентом. Сегодня для каждого посетителя приготовили приятный бонус. Награды от небольшого сладкого приза до ВИП-обслуживания лично руководителем филиала. Сегодня у нас клиентский день. День, который направлен на то, чтобы пообщаться с нашими клиентами, узнать, с какими вопросами они к нам приходят, понять, какие есть у них предложения для улучшения нашего сервиса. Вопросы, связанные с консультациями по квитанцам, передачей показаний – это самые основные два вопроса. Наталья Зотова в офисе бывает нечасто. Обычно все показания передает ее дочь в режиме онлайн. Обслуживанием полностью осталась довольна. Рада, что нет длинных очередей. Проверка счетчиков была вчера. Зарегистрировать, чтобы была проверка. А так никаких больше проблем нет. Быстро все сделали. Специалисты компании «Энергосбыт плюс» напоминают, чтобы общение с энергокомпанией приносило лишь приятные бонусы, необходимо своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные платежи. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. В день солидарности борьбы с терроризмом в учебных заведениях столицы региона прошла квест-игра «Антитеррор». Студентам рассказали, как действовать в экстремальных ситуациях и как в них не попадать. Подробности в репортаже Сергея Кизоркина. Реанимировать человека сложно даже для медика, что уж говорить о простом обывателе. Но знать и уметь оказывать помощь необходимо. Рассказывает студентам Металлургического колледжа врач-инструктор во время квест-игры «Антитеррор». Милана Нейфильд, будущий соцработник, с задачей справилась. До этого даже не представляла, что такое возможно. Яркие впечатления останутся на всю жизнь. Теперь, если потребуется, готова применять знания и умения на практике. Это очень важно, потому что в наше время молодежь немножко другим увлекается. Я все-таки считаю, что каждый человек должен знать, как оказать хотя бы первую помощь. Самарский дом молодежи разработал квест-игру «Антитеррор», основная цель которой – научить обыкновенного человека адекватно действовать и уметь оказывать первую медпомощь пострадавшему от теракта. На каждой игровой базе свои инструкторы – от медика до юриста. Вовлечение молодежи к проблематике, казалось бы, забытой, но все еще актуальной беды для современного человечества, такая как угроза экстремизма и терроризма. В современной среде, может быть, не так сильно, как в маевое детстве, сказывается страх быть где-то взорванным, попасть в заложники или еще что-то, но в современной молодежи другие угрозы – быть вовлеченными как раз в экстремистскую какую-то деятельность. Подобные квесты Самарский дом молодежи по традиции проводит ежегодно, в начале сентября, в память о жертвах Беслана. В этом году антитеррористическую прививку получили студенты двух колледжей – металлургического и строительно-энергетического. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Сборная России выиграла чемпионат мира по тайскому боксу с огромным отрывом от других стран. 43 медали против 7 у страны-основателя этого вида борьбы – Таиланда. Среди победителей двое подростков из Самары – Анастасия Наумова и Максим Кожанов. Они стали чемпионами мира в своих возрастных категориях. Как далась победа самарцам, расскажет Виктория Шаре. Многолетние тренировки, огромные трудозатраты, но и без удачи тоже не обошлось. 11-летняя Настя Наумова и 17-летний Максим Кожанов в тайский бокс пришли три года назад и сразу стали показывать хорошие результаты. Более разнообразное количество ударов разных. То есть в обычном боксе там только руки, а здесь и руки, и ноги, и локти, и колени. То есть больше разнообразных. Звободы, да? Ребята победили в чемпионате области, всероссийском турнире, а затем заняли третьи места в первенстве России. В такой ситуации путь на чемпионат мира для спортсменов был закрыт, но ехать туда обладатели первых и вторых мест отказались. Так у ребят появился шанс показать себя в Малайзии. Вот только каждому требовалось около 400 тысяч рублей для поездки. Таких денег у родителей Насти и Максима не было. Но затем курс доллара упал и появилась надежда собрать нужную сумму. И мы начали собирать. То есть по сути помогали неравнодушные люди, кто занимается также тайским боксом и наблюдая за ребятами, кто их знает. И также часть от федерации тайского бокса Самарской области. Всем миром, так скажем, собрали. В итоге суммы, которую собрали на поездку, хватило только ребятам. Тренеру пришлось остаться в Самаре. По этой причине, к сожалению, я уже не смог полететь как тренер с ними. То есть я осуществил полноценную подготовку, настрой. И дальше уже по телефону их сопровождал везде. И давал какие-то постоянные комментарии, настраивал. То есть как на бои, так и по всему, что там происходило. В Малайзию ребята добирались шестью пересадками. До Москвы их сопровождала мама Насти. В следующих перелетах шефство над юными спортсменами взяли боксеры из Сургута. А в Малайзии ребята поступили в распоряжение тренера сборной России. Было страшновато, но я справилась и я очень рада. Ну да, было сложновато, но нас тренер сопровождал все равно по телефону, поддерживал и давал советы перед боем. Всю неделю, что шли бои, тренеры и родители наблюдали за ребятами в режиме онлайн. Первая медаль чемпиона завоевала Настя. Когда я смотрел бой Насти, я находился дома с семьей. Мы всей семьей кричали, радовались. Не скрою, что даже слезы навернулись в этот момент в глаза. Я не мог успокоиться в течение всего дня. Даже сейчас говорю и возникает какое-то волнение. И Максим полноценно как будто слышал меня, то есть то, что я ему кричал, он делал все один в один. Как в компьютерной игре. То есть я как будто играл в компьютерную игру, управляя джойстиком, бойцами. И это прям вот на сто процентов получалось. Ребята стали чемпионами мира в своих возрастных категориях. Титул нужно будет ежегодно подтверждать. А в ближайшее время самарские спортсмены надеются принять участие в чемпионате Европы. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Начался прием заявок на премию «Студент года-2022», сообщает телеграм-канале промышленного района Самары. Конкурсантов ждут 13 номинаций и три этапа. Заполнить анкету, приложить свое портфолио и узнать больше о конкурсе можно на обновленном сайте студентгода63.ру. Заявку необходимо отправить до 27 сентября включительно. Свои вопросы можно оставлять в личных сообщениях группы «Студент года» во ВКонтакте. В Ленинском районе Самары в 148-й школе проводятся тренировки по волейболу. Уговорится в телеграм-канале районной администрации. Занятие ведет профессиональный тренер. В секцию можно прийти, если вам от 8 до 35 лет. Игровые тренировки проводятся в понедельник, среду и пятницу с 14.30 до 16.00 по адресу Коммунистическая, 25. Записаться помогут по телефону 339-27-48. В Самаре заработало собственное мобильное приложение единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта». Специалисты отмечают, главным его преимуществом является возможность мгновенного пополнения социальной и всех видов транспортных карт. При помощи NFC-модуля это займет около минуты. Теперь не придется стоять в очередях в кассу или дополнительно активировать платеж после отложенного онлайн-пополнения. Уточнить информацию, задать все интересующие вопросы единому оператору можно в рабочее время по телефону 8-929-707-61-38. В телеграм-канале Красноглинского района Самары рассказывают, как предприниматели могут арендовать у государства участок для развития бизнеса. И напоминают, для предприятий, налаживающих производство импортозамещающей продукции, предусмотрен упрощенный порядок аренды и рассмотрение документов в максимально сжатые сроки. Дополнительную информацию можно найти в инфокарточках и на сайте, ссылка которого на экране. Самаргис запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, какие у вас планы на осень. 38% опрошенных ответили, что находятся в ожидании зимы. 33% будут много гулять, наслаждаясь погожими днями. 24% скоро поедут в отпуск. И 5% опрошенных предложили свои варианты, среди которых ждать бабьего лета, собирать грибы и плодотворность. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагис, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова